Макстон Холл. Романтическая мелодрама с двумя главными героями из различных слоев общества, понявшими, что не могут жить друг без друга. В этом видео мы пытаемся расшифровать концовку первой серии Макстон Холл. Если вы новичок на нашем канале, нажмите кнопку подписки. Завязали ли Лидия и Сатон отношения? Сначала казалось, что Сатон и Лидия связаны учительско-ученическим романом. Но они были влюблены с момента их знакомства. Когда Сатон устроился на работу в Макстон, Лидия боялась за свою репутацию, так никто не смог бы понять их взаимоотношения. Прошли дни, и Лидия думала, что уже пережила это, но было не так. Все чувства вернулись, когда она увидела Сатона с бывшей любовью. Лидия хотела уйти, но Сатон знал, что отец Лидии не даст им быть вместе. Лидия и Сатон не были вместе, даже после обещания Лидии убежать с ним. Лидия поняла свои обязанности. Нежданным поворотом стала беременность Лидии, которую она не призналась никому, кроме мамы. Лидия поступила в Оксфорд для получения квалификации, нужной для руководства компании. Отец не хотел, чтобы Лидия была лицом организации. Молодой дизайнерский лейбл Бюффорд ее проект. Мортимер считал, что она приносит неудачу, из-за чего Лидия не могла показать свои способности миру. Руби поступила в Оксфорд. Отношения Руби и Джеймса были крепкими, пока отец Джеймса не вмешался и не попросил сына оставить Руби. По мнению Мортимера, все девушки, понравившиеся Джеймсу, были золотоискателями. Он назвал Руби охотницей за деньгами и заметил, что связь с ней – плохой для него пиар. Джеймсу пришлось разорвать связи с Руби, не желая ей беды. Руби, не зная причин его поведения, была очень ранена. Руби понимала, что нужно сконцентрироваться на учебе, не снимая с нее внимания. Как назло, Руби и Джеймс были в Оксфорде, комнаты напротив друг друга. Джеймс видел, как Руби с другим парнем и понял, что сожаление оставить ее, потому что отец против слишком велико. Джеймс все рассказал Руби, и они опять вместе. К закрытию Макс Денхола Джеймс решил, что не поступит в Оксфорд, а займется любимым делом. Он не представлял, куда ведет жизнь, но готов к трудностям. Но, узнав о смерти матери, жизнь снова бросила Джеймса на землю. Мартимер не думал сообщить детям, и проблемы начались. Джеймс напал на отца и ушел к Руби. У окна, взирая на празднование победы Руби, перебирался в Оксфорде. В нем что-то щелкнуло, он ушел, не зная куда. Что ждет Руби и Джеймса? Джеймсу многое предстояло понять. Он был в беспорядке, не знал, что делать отец. Лидия была занята, знала, что Джеймсу предстоит борьба. Если есть Макс Денхолл 2, Джеймс захочет порвать с Руби, он в плохом состоянии. Если интересно, пишите комментарии.